Всем привет! Новый день, новое видео. Мы начинаем там же, где мы закончили прошлое видео. Сейчас я вам покажу последствия шторма. Как я в конце прошлого видео упомянул, у нас был шторм. Вы видите, что как мне прямо на окно залепило. И здесь вот всю парковку тоже залепило снегом. Нужно будет откапывать. Там вот, может, вы видели, на видео сейчас мой сосед был. Себе-то он откопает. Здесь вот спереди уже почистили тротуар. Вот видите, тут тротуар почищен. Чистит его тоже, ну как бы наш дом нужно его чистить. Там он сосед чистит, видите, вывезт себя. Ну, тротуар это нужно, чтобы люди ходили. Это в Эстонии обязанность каждого владельца дома, перед своим домом, тротуар чистить. Вот, а задом, сзади нет. Поэтому я думаю, что кто тут чистил, это у меня есть соседка, пенсионерка, вот прямо вот с этой стены. Вот она почистила. Вот я перед домом, я собираюсь сейчас немножко еще посижу, и пойду в университет. И перед тем, как я пойду в университет, я еще раз толкаю снег во дворе, и потом пойду только. Это время, и у нас в университете были празднования Дня Святой Лусии. Потом покажу немножко видео оттуда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Санта-Люсия Санта-Люсия Снег такими красивыми хлопьями падает большими. А я иду в университет и могу вам рассказать то, что я сначала обиделся, потому что меня, в общем, мне сказали, что меня выбрали лучшим молодым исследователем года, ну, в нашем департаменте, ну, на Богословском. И это сказали во время динера, ну, ужина. На ужин меня не позвали. Сначала обиделся, а потом мне сказали, что мне дали степуху в 500 евро. И поэтому я сразу всех простил. Всем привет. Такая неделя была, что, ну, просто много чего происходило. Было busy. Мне говорили, там и стипендии и так далее. А сегодня суббота. Вчера были на... Это самое. Вчера были на мальчишнике. Вот. И мы ночевали в спа. В общем, в спа ночевали. И я поэтому себя дома, ну, как бы, не топил. И я пришел домой сегодня. У меня 8 градусов тепла дома. То есть, вы представляете, да, что если я, как бы, ну, реально, например, уеду на Рождество и не оставлю это в ксовиспумп, то у меня реально будет дома, наверное, ну, замерзнет все там трубы и так далее. Вот. Поэтому сейчас буду топить. Протоплю. Плюс включу, наверное, этот насос, чтобы был быстрее нагреться. И вот. Еще нужно вечером немножко позаниматься. Написать. Нужно молитву подобрать на завтра. Вот. А так она отлично провели. Как бы мы... И вот ты и мальчишник был. Потом мы танцевали. И... Потом вот в спа тоже сегодня утром там немножечко посидели и в баньке, и в джакузи, и в бассейне. Так что очень, как бы, ну, замечательно было. Очень приятно. Что ж, сегодня уже воскресенье. На улице показывало минус 15. Вот такая вот погода. На самом деле приятная. Ну, да, где-то тепло. Иду в церковь. Остается, ну, вот в следующей неделе последняя. А потом еду в Англию. Поэтому на следующей неделе, на самом деле, у меня очень много работы, которые нужно сделать. Всякие завалы. Плюс эта статья. Плюс проповедь. Потому что, наверное, в рождественском богословении на английском будет. Вот. Сегодня только молебен на английском. Поэтому много чего нужно будет делать. Но посмотрим, что еще и сегодня для него получится. Что ж, сейчас пришел счет за квартиру. Все вместе 396 евро с копейками. Из них 315. Это аренда. Стольная была коммуналка. Электричество было 192 киловатта. Я использовал. И 45 евро я заплатил за электричество. В этом месяце, наверное, немножечко больше уйдет. Вот. А я это видео монтирую. Очень короткое видео. Просто такой небольшой апдейт, о чем делал, чем занимался. Надеюсь, на следующей неделе видео будет немножко побольше. Всем удачного Рождества. Счастливого Рождества. И, конечно же, веселого Нового года. А мы с вами еще один раз до Нового года увидимся. Поскольку еще там будет одно воскресенье. Хотя мы даже не увидимся. Мы увидимся как раз в Новом году. 1 января это у нас первое воскресенье Нового года. И поэтому 1 января мы с вами увидимся. И вы увидите видео про то, как я проводил Рождество. Так что оставайтесь на связи. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем приятно провести праздники.